ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Многие средства массовой информации утверждают, что ни один экзамен не проходит без того, чтобы не списать со шпаргалки. Но на самом деле это не так. Абсолютно не так. Вы можете сами убедиться в примере нашего экзамена. А какую в жизни вы видели самую сложную и хитрую шпаргалку? Я видела у рядом сидящего со мной на письменном экзамене студента шпаргалку в виде часов, ручных часов, которые он все время подкручивал. Подкручивал, подкручивал. Я сначала думала, что он просто нервный молодой человек, а потом, присмотревшись, увидела, что оказывается там в часах крупных идет текст. Все студенты, и не только мои, на всех экзаменах шпаргалками пользуются. Это видно. Видно всегда, как бы они ни прятались и каким бы ухищрением ни прибегать. Естественно, как я к шпаргалкам отношусь? Отрицательно? Я не борюсь с шпаргалками. Во-первых, я знаю студентов. Я знаю, кто ходит, кто задает вопросы, кто задает какие вопросы. А во-вторых, это все равно видно, вне зависимости от того, письменный экзамен или устный. Кто списывает, а кто хоть что-то знает. Я использовала концепцию поля и гамитуса Бурдье, который... Один из следующих выпусков передачи МГИМО «Мастер-класс» будет посвящен студентке нашего университета, автору и исполнительнице собственных песен Ксении Полтевой. Мне кажется, что лучший способ это заниматься в течение всего года, а на экзамен приходить с высоко поднятой головой и не прятать что-то там под партой. Вопрос, в общем-то, простой. В отношении международных договоров, секретаря, какую функцию выполняете? Молчите, она отвечает. Смотрите, у меня был вопрос, основные функции за безопасность. Вот назовите, сколько их, и не подсказывайте, сколько и конкретно их назовите. В жизни каждого студента рано или поздно наступает момент, когда никакой надежды, кроме как на вмешательство третьих сил, уже не остается. Вот тут-то и приходят на помощь всяческие амулеты, приметы и народные поверья. С паргалками я не пользуюсь. Единственное, что у меня есть, это вот мой счастливый галстук, который меня никогда, в общем-то, не подводил. Я не знаю, как сейчас, я просто могу сказать, какие были приметы в то время, когда я была студенткой и сдавала экзамены. Ну, например, нам надо было обязательно класть пятак под левую пятку. Иногда помогает. Почему, не знаю. А, еще надо было брать билет, стоя на одной ноге. Спасибо, отлично. Все? Спасибо. Так, а здесь с вами идем вместе. О, весна, без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном счета. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляя и любя за мученья, за гибель.